Доброе утро! В эфире новости в студии Анна Москаленко и начнем этот выпуск. Около 700 участников съедутся в Алтайский край на 10-й фестиваль традиционной культуры День России на Бирюзовой Катуне. Это коллективы из Новосибирской, Кемеровской, Ивановской и Костромской областей, Республика Алтай, Тыва, Башкортостан и Удмуртия, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Фестиваль начнется в Барнауле 8 июня на Международной научно-практической конференции. С 9 по 11 числа пройдут творческие лаборатории, мастер-классы, конкурсы и выставки. На них можно будет увидеть керамику, лоскутное шитье, валяние из шерсти, музыкальные инструменты, народные костюмы, плетение из бисера и другие промыслы. 35 мастеров к нам приедут тоже из разных регионов. Среди них будут и народные мастера России, состоятся мастер-классы по различным темам. И уже мы второй год в этом году среди мастеров проводим конкурс на лучшее изделие с использованием логотипа фестиваля. 12 июня в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе состоится торжественное закрытие фестиваля. На главной сцене выступит собиратель и исполнитель русского фольклора Сергей Старостин. Для тех, кто не сможет присутствовать на празднике, телеканал «Катунь-24» проведет прямую трансляцию. Новый маслосырзавод открылся в Алтайском районе. Предприятие уже вырабатывает 600 килограммов готовой продукции в сутки. На производстве побывала Анастасия Меншакова. Пятое производство сыров в Алтайском районе открыл предприниматель Виктор Поляков. Он не испугался конкуренции и риск оправдал ожидания. Российский, голландский, сулугуни, советский, швейцарский. Классическая линейка уже нашла покупателей в нашем регионе, в соседней республике, Кемеровской области и Красноярском крае. Решил построить свой маленький небольшой заводик. В 2020 году начал стройку полностью всего здания с ноля. Подтолкнул, захотелось свое иметь. И для развития района опять же. Оборудование тоже наше местное, как бы наше российское. Искал, кто производит оборудование, кто делает. Нашел все, как бы часть оборудования где-то закупал уже, был ушел. Маслосырзавод сразу же строили с упором на импортозамещение. Местные фермерские хозяйства поставляют молоко. Нужно около 60 литров, чтобы получилась одна сырная головка весом 5,5 килограммов. 15 сотрудников следят за качеством продукции на всех этапах. От приемки сырья до окончания созревания. Первый анализ мы делаем кислотность, определяем, насколько свежее молоко нам поступает. Этот анализ мы делаем каждый день от каждого поставщика. Далее мы смотрим все остальные анализы. Жир, сома, белок, качество молока. Наш сыр выработан из молока, которое получено в предгорьях Алтая. Здесь очень много трав, которых нет в других регионах. И он отличается вкусовыми качествами, ароматом, более насыщенный. Процесс производства в среднем занимает до 45 суток. Маслосырзавод выпускает 10 тонн готовой продукции в месяц. В планах увеличить обороты до 5 тонн до конца лета и запустить в производство сорт Гауда. Анастасия Меншакова, Дмитрий Козеруйга. Новости. Один из лучших водителей троллейбуса живет в Барнауле. Вячеслав Юшкевич занял третье место во всероссийском конкурсе профмастерства. Соревнования проходили в Омске. В них участвовали 36 водителей из 29 городов. Хабаровска, Екатеринбурга, Пензы, Санкт-Петербурга и других. Участники продемонстрировали знания ПДД, устройства троллейбуса, культуры обслуживания пассажиров и, главное, мастерство вождения. По итогам всех этапов барнаульский водитель занял почетное третье место и получил денежный приз. У белых тигров, маяка и фифы из барнаульского зоопарка впервые родились детеныши. Директор лесной сказки Сергей Писарев поделился в социальных сетях милым видео, на котором красуется новорожденная тигрица Луна. Он уточнил, что ее будут вскармливать искусственно, так как мать отказалась ее принимать. Назвали маму фифой. Вот она и фифит, высказались пользователи в соцсетях. И на этом у меня все. Напомню, что больше новостей всегда можете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok